Здравствуйте, товарищи! Мы пришли к очень важному этапу в изучении маркризма-леденизма, поскольку, как мы с вами выяснили уже давно, одно дело потреблять знания, другое дело их воспроизводить. Если будешь много-много знаний потреблять, это дело полезное, и будешь большой потребитель знаний. Марксистом от этого еще и станешь. Поэтому обязательно нужно пытаться формулировать самому и отвечать на те вопросы, которые ставили люди, которые разрабатывали марксистско-леденизскую теорию. Ну вот так построено у нас обучение, соответственно, вполне диалектически в Красном университете, что наряду с тем, что вот люди смотрят, смотреть можно ведь и находясь в Красном университете, правильно? Включай, смотри, смотри. И у нас таких смотрящих гораздо больше, чем записанных в Красном университете. Чем отличаются люди, которые в Красном университете? Тем, что они могут воспроизвести это, а не только слушать и повторять. Вот поэтому у нас очень важный этап, зачет, хотя мы на всех семинарских занятиях уже эту задачу в той или иной мере решали. Значит, университет наш приобретает необъятные размеры, большой размах, поэтому все наши, так сказать, предыдущие способы ведения занятий приходится нам на ходу переделывать, приспособлять к тому, что нас очень много. Поэтому сегодня мы сделаем так. Обычно мы анализировали произведение заочников. Сейчас мы просто вынуждены констатировать, кто получил зачет и перейти к тому, чтобы послушать здесь очников и все заочники увидят, как товарищи будут тут сдавать, и как им повезло, что их никто не спрашивает. А они ограничиваются, так сказать, письменными бумагами. Вот. Ну вот, первую партию я уже обнародовал. Значит, Валерий Александрович как проректор посылает нам, значит, бомбит нас с Александром Сергеевичем пачками ответов. Ну и мы отбиваемся как можем и соревнуемся, кто больше отобьется. Но еще не отбились, потому что столько пребывают. Валерий Александрович сегодня нам сообщил, что то, что нам дали в руки, это малая доля того, что еще нам предстоит. Так что у присутствующих зачет закончится, а у нас он будет продолжаться, у преподавателей. Ну, поскольку я уже сообщал, кто и как получил за счет, сразу хочу сказать, что, ну, надо сказать, что очень хороший ответ. Краткий и говорящий о том, что люди изучают, и изучают, похоже, что не первый год, потому что трудно представить себе, чтобы человек вот сейчас посмотрел, или посмотрел лекции этого года, и всего. Это похоже, что люди готовились к поступлению в Красный университет, были как бы вольнослушателями, потом они записались, и они в состоянии свободно на эту тему говорить. Значит, при том, что мы очень критически относимся к выступлениям, ну, я вот такой общий недостаток вижу, что товарищи, когда разбирают формы экономической, политической, идеологической борьбы, они, значит, умудряются вместо моментов выбрать как отдельную часть. А если это моменты, то не может быть такого, что вот эту экономическую борьбу, ее закончили, перешли к политической. Закончили политическую, перешли к идеологической. Потому что они одновременно, потому что мы различать должны в классовой борьбе ее различные моменты, и не более того. Ну, скажем, произошла социалистическая революция. Построили социализм. Что пропала экономическая борьба, судя по некоторым ответам, можно так считать, что, ну, раз революция прошла, уже не надо никакой экономической борьбы. Только экономическая борьба как раз разворачивается за что? За полное уничтожение классов. Это же надо экономическим путем уничтожить. Другое дело, что надо политически правильно эту задачу поставить и никогда не упускать. Не просто там улучшаем, сокращаем, прибавляем больше угля, больше хлеба, больше того, больше сего, а социализма меньше. То есть так, чтобы движение шло к этому уничтожению классов, чтобы мы, вот в этом смысле, Ленин говорил, что есть первенство политики над экономикой. Первенство в том смысле, что мы не должны упускать из виду политические задачи. И вообще надо приучаться к тому, чтобы отходить от таких понятий, как части, потому что, как говорил Шенгельс, части лишь у трупа. Потому что это хорошее дело, так сказать, то, чем занимаются наши коллеги, которые изучают человека, но как после смерти. Поскольку им нужно оперировать его, наверное, надо начинать сначала с трупов, на них оперировать, а потом уже переходить к живым людям. Я бы не хотел, чтобы я был первым, кого разрезали, так сказать, тем, кто становится хирургом. Она разрезается и спросит, а где тут у него, слушай, не знаю, где эти леденка там, печенка. Вот, скажи, пожалуйста. Вот, но это общее замечание. И один человек только оказался таким, которому я не поставил зачет. Потому что он написал, что общественное бытие, то есть производство определяет общественное сознание, общественное сознание определяет общественное бытие. И получилось, что кто-то что определяет, и неясно стало. И главное положение, историческое материализм, определяющий роли материального производства, исчезло. Но поскольку товарищ досрочно это сделал, я ему тоже досрочно послал незачет. Он досрочно прислал второй вариант, и я ему опять же поставил досрочно зачет. Так что эту систему мы закрыли. Так что я думаю, что тот, кто получит незачет, а такое может быть, потому что вот еще впереди. Тут идут передовики, там видимо, есть какие-то отстающие, может быть. А может, они еще лучше напишут. Может, пришли люди, которые по-быстрому написали. А там серьезные люди подбираются. Мы не знаем. Но вот если они получают незачет, я это говорю на камеру, для того, чтобы люди знали. Значит, если вы получили незачет, то что нужно сделать? Нужно снова попытаться ответить на этот вопрос правильно. Постараться поработать над этим и снова прислать. Потому что это вопрос совершенно понятный. Может быть, не с первого раза получается. У всех не с первого раза получается. Ничего тут необычного нет. Это нормальный процесс учебы. А теперь я просто зачитаю, кому я выставил зачет, и передам слово Александру Сергеевичу. Он тоже зачитает, кому он выставил зачет. А после этого мы приступим к опросу здесь присутствующих. И мы договорились, что каждый в пределах двух минут отвечает на вопрос. Но если к нему будут какие-то претензии, они не будут высказаны. А если не будет, то он получит зачет. И мы перепоним к следующему товарищу и так далее. Итак. Шлейн. Тюмень. Зачет. Полищук. Город Шелихов. Зачет. Сарайкин. Москва. Зачет. Побережная. Тодмарден. Великобритания. Зачет. Стругов. Термский край. Краснокамск. Зачет. Филиппов. Железноводск. Зачет. Чагиров. Москва. Зачет. Рязанцев. Самара. Зачет. Таратихин. Город Чкаловск. Нижегородской области. Зачет. Черяково. Город Печоры. Республика Коми. Зачет. Суслонов Андрей Андреевич. Город Кандалакша. Мурманской области. Зачет. Щеткин. Город Сочи. Зачет. Тоболино. Омск. Зачет. Степанов. Москва. Зачет. Воднево. Санкт-Петербург. Зачет. Ющенко. Киев. Зачет. Может тот Ющенко, нет? Другой. Может тот решил, что ему надо подучиться теперь? Нет. Я думаю, все-таки другой. Севистунов. Нижегородская область. Зачет. Старцево. Москва. Зачет. Сарамятников. Казань. Зачет. Ряховский. Ленинград. Зачет. У нас же не запрещено говорить Ленинград. Ну, кто-то переименовал, но это его дело. А я, допустим, не переименовал, это мое дело. У нас, например, в газете Народная Правда написано Санкт-Петербург, Ленинград. Санкт-Петербург, Ленинград. Говорят, почему это у вас тут Санкт-Петербург? Вам не нравится? Говорю, вот вам Ленинград. Почему у вас Ленинград? Вам нравится Санкт-Петербург, вот вам Санкт-Петербург. Пожалуйста. Таиров. Ирландия. Зачет. Порошин. Зачет. Санкт-Петербург. Неустроево. Санкт-Петербург. Зачет. Сабиево. Ставропольский край. Город Благодарный. Зачет. Шанищников. Красноярск. Зачет. Шиян. Омск. Зачет. Черепанов. Владивосток. Зачет. Советкино. Санкт-Петербург. Зачет. Сериков. Владивосток. Зачет. Муродян, Краснодарский край, Станица Борховецкая, зачет. Хватикова, Пермский край, город Березники, зачет. Поспелов, Москва, зачет. Фисенко, Красноярск, зачет. Попов, Радужный, зачет. У меня есть двойники, все у нас продумано. Александр Густинов, Лейпциг, зачет. Черемных, Нарнаул, зачет. Снегова, зачет. Царыгин, Чебоксары, зачет. Шибуняев, Тамбов, зачет. Это не все. Крюкова, Москва, зачет. Мишин, Москва, зачет. Злушин, Москва, зачет. Артемьев, Санкт-Петербург, зачет. Желябин, Ленинград, зачет. Богданов, Мытищи, Московской области, зачет. Борисов, город Ефремов, Тульской области, зачет. Веснин, Санкт-Петербург, зачет. Густелев, Ленинград, зачет. Ефимов, Саратов, зачет. Ключ, Республика Крым, Серов, Владиславка, зачет. Куренкова, Мытищи, зачет. Эндураев, Саратов, зачет. Иковенко, Долгопрудный, зачет. Чушкин, Новосибирь, зачет. Биксимиров, Ленинград, зачет. Вандерс, Эммерих, Нарейни, Германия, зачет. Чуханов, Москва, зачет. Медведев, Ростов-на-Дону, зачет. Котова, Москва, зачет. Габдурбаров, Казань, зачет. Ганенков, Кемеров, зачет. Муковнина, Москва, зачет. Гайденко, город Одинцово, зачет. Давыдов, город Курск, зачет. Чопа, Екатеринбург, зачет. Габдрахимов, Казань, зачет. Казанкова, Севастополь, зачет. Каравайкин, Москва, зачет. Карасев, Тамбовская область, зачет. Графкин, Ленинград, зачет. Волькин, Семферов, зачет. Лупанов, Псков, зачет. Мордвинов, зачет. Нет, нет, это не вы. Зачет. Медведев, село Хуйбышево, Ростовской области, зачет. Колодич Юрий, Минск, зачет. У нас соединяется спокойно Белоруссия с Россией, без всяких соглашений. С Америкой и Австралией. Да, и с Австралией, и с Новой Зеландии. Афимцев. Иркутск, зачет. Нет. Аршинцев. Да. Или Аршинцев. Написал Попов Николай Васильевич. Аршинов. Да, Аршинов. Иркутск, зачет. Гуркин, Уфа, зачет. Васильев. Санкт-Петербург, зачет. Иванов, зачет. Белов. Владивосток, зачет. Гуца, зачет. Жакулова. Курат Астана, Казахстан, зачет. Авакемянск, Псков, зачет. Баранов, Саврополь, зачет. Гривеньков, Москва, зачет. Шевихов, Москва, зачет. Асташенков, Белгород, зачет. Влад Армстронг, Буэнос-Айрес, Аргентина, зачет. Меркулов, Арман, Саратов, зачет. Шавчук, Семень, зачет. Пролетарий, все страны, соединяйтесь. Иванов, Санкт-Петербург, Сергеич. Ну, тоже разрешите два слова введения. Причем, собственно, по тому же моменту добавления, что Михаил Васильевич говорил о характере нашей учебы здесь. Действительно. Знания. Недостаточно узнать, да? Узнать. Или еще студенты, скажем, говорят, осознать, что такое познание. Это осознание. То есть, некоторые взятия вовнутрь. Дознаватели говорят «дознать». Да. А мы говорим «выразить». И, более того, выразить в понятиях. Я думаю, что слышали вы не раз нашу формулу. Не нашу, а не гегелевскую. Формулу, которую мы часто вспоминаем. Понять, значит, выразить в понятии. Не вовнутрь взять его, да? А выразить. Если вы можете выразить в понятиях, вы понимаете. Если вы не можете выразить в понятиях, вы не понимаете. Это ясно и вам самим, когда вы можете выразить. И другим, когда вы выражаете в понятиях, другие понимают, что вы понимаете. А если вы не можете выразить в понятиях, то и не вы не понимаете, и другие вас, понятно, не понимают. То есть, очень простой критерий. И мало того, что мы в процессе обучения на это настраиваем и стремимся вас до этого довести, мы в последние годы пытаемся, чтобы наши слушатели выражали это письменно. Почему? Потому что это ещё более такой уровень, серьёзный и форма глубокая, когда человек сам посидел, подумал и выразил это письменно. И вот летом была конференция, посвящённая 200-летию марсизма. И мы второкурсников наших, второго отделения людей, привлекаем на эту конференцию. И вот некоторые из них опубликованы вот в этом сборке. Значит, и дальше мы будем это продолжать. Поэтому вот ориентируйтесь, значит, так получить своё знание или сформулировать для себя, сформировать для себя своё знание, чтобы уметь самостоятельно мыслить и, может быть, как-то по-новому смотреть на какие-то проблемы или вообще новые проблемы ставить. Значит, что касается зачёта, то я всем поставил зачёт, двум человекам такая троечка, но я всё-таки подумал, что можно и поставить зачёт. Вот, хотя, конечно, они не очень удовлетворили меня. Ну и в основном это связано с лаконизмом, уж слишком некоторые лаконично. Скажем, определение, это вот аристотелевское определение, гегелевское определение, там определение, дали две строчки, и вроде работа выполнена. Или от двух строчек голова заболела. Вы хотите ещё? Да-да. Значит, ну этого, конечно, мало. Нужно пояснить или сделать там ближайшее движение, или перевод к другим понятиям, или что, пример там какой-то. В общем, как-то эту мысль выразить, соотнести с чем-то. А не из лекций там переписал по памяти, вот запомнилась эта формула, переписал и наверняка. Значит, да, мне тоже понравились ответы. Мне кажется, с каждым годом, ну, видимо, мы поясняем, что мы ждём, чего мы хотим, и это к нам так возвращается. То есть кратко, по существу, чётко, с пониманием, на понятиях основанное. Поэтому одно удовольствие, сразу раз, и видно, что человек знает, можно ставить зачёт. Что касается конкретных товарищей. Значит, Бунин, город Маршанск, зачёт, зачтено. Бахаев, Новодоронинск, зачтено. Горшков, Каунас, Литва, зачтено. Высоцкий, город Москва, зачтено. Башмаков, Москва, зачтено. Бессонов, Белоярский, край, а нет, город Белоярский, зачтено. Бородин, Челябинской, село, Еткуль, Челябинской области, зачтено. Дзюба, город Псков, зачтено. Адамов, станица Задона, Кагальницкая, Ростовской области, зачтено. Брюханов, город Челябинск, зачтено. Витебский, Станислав, город Воронеж, зачтено. Вот его я даже так для себя отметил. Такой выдающийся ответ. И лаконичный, и глубокий, и точный, и с примером хорошим он дальше. Так. Лечь, город Каменск-Уральский, Свердловской области, зачтено. Михайлова не указала, откуда она зачтена. Кокос Илья Германович, город Санкт-Петербург, зачтено. Ищанов, Мельбурн, Австралия, зачтено. Львов, Колпина, зачтено. Карпенко, город Салават, зачтено. Овчинников, город Пенза, зачтено. Машин, город Казань, зачтено. Каптелишин, Каптелинин, город Сосновый город, зачтено. Мигранов, Екатеринбург, зачтено. Баронин, город Зима-Иркутской области, зачтено. Хомутов, Беллингем, США, зачтено. Да, хорошо, молодец. Козлова, Ярославль, зачтено. Буевич, город Санкт-Петербург, зачтено. Зотов Александр Владимирович, Уфа, зачтено. Антонелли, Анна Сергеевна, город Сидней, Австралия, зачтено. Ворчанов, город Мегион Тюменской области, зачтено. Бакус, Зима-Джеральдовна, Москва, зачтено. Кравцов, Владивосток, зачтено. Лёвин, Оренбург, зачтено. Ахтамзянов, Губаха, Пермский край, город Губаха, Пермский край, зачтено. Глушенко, город Сергеев Посад, Московской области, зачтено. Абдулаев, Ленинград, зачтено. Так он пишет, Ленинград, зачтено. Круглов, Москва, зачтено. Шеломенцев, город Осеньев, Приморского края, зачтено. Желмин, город Ижевск, зачтено. Алексеев, город Самара, зачтено. Митин, город Ульяновск, зачтено. Белинский, Воронеж, зачтено. Спасибо, Александр Сергеевич. Никто не скажет, что слишком много марксистов еще не будет? Нет, нет. Слишком много не бывает? Хорошо. Значит, переходим к ответам наших очных, занимающихся слушателей. Значит, товарищ, который отвечает на вопрос, выходит сюда, на это место. Почему? Потому что здесь будет его слышно, его записывать, но надо, чтобы звук был хорошим. Поэтому вот он выходит сюда. Четко и ясно называется фамилиями отчества. И вопрос и отвечает две минуты. После этого мы с Александром Сергеевичем задаем вопросы или не задаем вопросы. И советуемся публично. И решается вопрос, зачет, не зачет. Все понятно, да? Да? Пожалуйста, кто хочет. Давайте с вас начнем. Давайте. 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 Еще ближе. А? Давайте микрофон. Давайте. А вот я вам буду давать. И другим. Всем добрый вечер. Рудник Прохорович Вячеславович. Двора Санкт-Петербург. Вопрос номер четыре. Диалектический метод. Во-первых, традиционно скажу, что такой метод есть. Диалектический метод. Метод последовательного выведения одних категорий из других. Данное выведение происходит путем высказывания в отношении каждого предмета, как а и не а одновременно. Как единство и борьбы противоположностей. Своими словами. Да все, что нас окружает. Все, что существует. Как факт и как некое отрицание. Умный человек, не глупый человек. Богатый, не бедный. Диалектический метод применим абсолютно любому предмету обсуждений. К примеру, процесс обучения. Развитие студента. Интеллектуально как личности. Студент уже осознает себя как некую личность. И в то же время в процессе обучения он развивается. Изменяется и перестает быть равен самому себе. Становится чуть более умнее и одновременно чуть менее глупее. Поступив на обучение в Красный университет, я уже считал себя подкованным в каких-то вопросах. Однако в процессе обучения я вижу, как был, зачастую все еще остаюсь наивен. Я изменился, в то же время остался с собой. Сегодняшний я – это не тот я, каким был в сентябре и каким стану в мае. И в то же время я по-прежнему остаюсь с собой. Подобное рассуждение является наглядным применением, на мой взгляд, диалектического метода. И не важно, о чем вести разговор. Как только наш взор обращается к предмету, к человеку, к событию, мы сразу можем определить его как существующее, бытие, и начать выводить его в те или иные дальнейшие категории. На практике данный метод применяется для осуществления перехода от абстрактного мышления к конкретным выводам. Самое частое, где мне доводилось его применять и наблюдать, это борьба не против чего-то, а за что-то. Созидание чего-то нового вместо неясного сопротивления существующего. Спасибо. У меня сразу появился такой вопрос. Не происходит ли деградация в процессе изменения? Было одно, стало другое. Был ли возравен саму себе, а всех неравен. Куда пошло удержение? Какой-то очень важной категории не использовали. А почему обязательно деградация? Может, все-таки развитие? Не обязательно, но просто неясно у вас. Вы не указали и деградация, и развитие, а лишь бы только оно изменилось. А все, разве в этом задача? А вот перестройка Горбачевская не состояла в том, что давайте все изменять. Не важно, вы им не говорите, как изменять. Все изменять, изменять. И он и равен саму себе, он и не равен саму, все изменяется. А у него стоит еще его? Не надо ли указать? Глобальную цель он не обозначил, насколько я не могу. Бог с Горбачевым, у вас не обозначено. У вас задача развития состоит, и вы ее как-то опустили. Что такое развитие в диалекции? Что такое развитие? Да, движение от простого к сложному. Да, движение от простого к сложному или движение от простого к сложному. То есть, вот идет, имеет место развитие. Конечно, развитие всегда в чем-то неполное, в чем-то несовершенно, но оно может продолжаться бесконечно, правда? Согласен. Да, спасибо. Как вы считаете, можно поставить зачет? Зачет поставить вполне можно, но мне кажется, он и категорию существующие, существование, не очень различает от категории бытия. И там, где речь идет о бытии, он говорит о существовании. Тогда как существование, это все-таки категория сущности более развитая. Да. То есть, видите, преподавателям никогда не уходишь, это звери. Я старался. Ну и определение метода-то, да, конечно, мы хотим довести до вас, чтобы вы пользовались определением классическим, гегелевским. Николай Васильевич Неменкова, мы его растолковываем. Да. Ну, тогда сформулируйте метод. Нет, я сейчас не скажу. Ну, ладно. Но это сложная вещь. Это к экзамену он подготовил. Да, зачетная вещь. Я думаю, следующие товарищи восполнят, они расскажут, что такое метод. Спасибо. Спасибо большое. Так, ну что, может так пойдем по кругу? Кто-нибудь возражает против движения по кругу? По солнцу. По солнцу. Вообще меня уже назвали. По солнцу. Наверное, прочитать. Давайте. Сюда тоже, пожалуйста. Ну, лучше не читать, конечно, раскорчить. Читать вы хотите? Нет, не читать. Нет, ну, это Брежнев. Зачем вам Брежневизм тут воспитывать? Собственно говоря... Не надо, не надо, не надо, вы половите что-то. Я номер вопроса хотел прочитать и название полностью его. Вопрос 26. Такая память, что вы вопрос не можете запомнить. Чтобы точно, в соответствии с текстом было. Борьба экономическая, политическая, идеологическая, ядром которой является теоретической, единственной особенностью. Вопрос номер 26. Собственно говоря, как уже говорилось в начале лекции, эти три формы борьбы являются... Так, а, бедочка, а фамилии не назовете с вами? Артемьев. А? Артемьев. Арсеньев? Артемьев. Артемьев. Вот, спасибо, извините, пожалуйста. Ты вам зачет нужен? Да, именно так. Я уже сказал, что зачет у меня уже был. Но поскольку я здесь присутствую, вопрос уже задает, поэтому... Он сам сомневается в том зачете. Давайте, если хочет утвердиться. Экономическая, политическая и теоретическая, идеологическая борьба представляют собой не просто формы борьбы, а моменты борьбы за интересы класса. В первую очередь и наиболее остро стоит вопрос о борьбе за интересы рабочего класса, как наиболее отделенного, как находящегося в самом низу под всеми классами. Это у кого это было? У гуржазии вовсе очень остро этот вопрос не стоит. Ну, наиболее остро с общечеловеческой точки зрения. Что это такое? С точки зрения наибольшего числа людей. А что это такая за категория числа? Это странная категория. Это классовая позиция? Большинство людей. Большинство людей годится для того, чтобы выборы проводить. Президентов, депутатов. Как-то это новый. Но рабочий класс является наиболее прогрессивным. Это да. Поскольку он не может реализовать свои интересы без интересов всех остальных людей. Почему это он не может? Он может реализовать свои интересы, реализовывая свои интересы, но реализовывая интересы остальных людей. А вы это сформулируете так, что он ничего не может. Он может реализовать свои интересы только с интересами других людей, но не может реализовать свои интересы без интересов других. Да опять у вас он не может. А я предлагаю вам взять форму, что он может реализовать свои интересы и тем самым улучшить положение всех других трудящихся. вам не нравится такая? Нравится. Но на другой формулировке не противодействует. У вас такая негативная. Вы не можете никак сдать зачет. А вот Александр Сергеевич говорит, нет, он может сдать зачет. И очень даже хорошо. Чем? А какая точка зрели нравится? Вот его или моя? Он не может сдать зачет без того, чтобы ответить на вопрос. А можно сказать, он может сдать вопрос, а на все ваши дурацкие вопросы ответит. Что такого? То есть человек какой-то наступательный должен позицию занимать. Вы против наступательной позиции? Марксин предполагает? Если это передовой класс. Это может быть в атаке, в борьбе? Мы ничего не можем, товарищи. Давайте это все закроем и разойдемся. Ну что это такое? Нет, здесь нам personally тусår сформулировать наоборот позиции. Мы можем реализовать свои интересы, но только в том случае, если будем реализовывать интересы других в том числе. Почему только в том случае? Если мы будем реализовывать свои интересы, мы тем самым реализуем интересы? Реализуем другие. Они просто только в том случае, прямо в случае, нам один нашли. В любом случае, если вы реализовываете коренные интересы передового класса, раз он передовой, вы реализовываете интересы других трудящихся классов, а вовсе не всех людей. Ну как вы, что интересы буржуазии реализовываете, ничего подобного, вы не отнимаете средства производства. Вы злодей с точки зрения буржуазии. Вы осознаете, что вы с точки зрения буржуазии злодей? Ну вы хотите у меня завод отнять. С точки зрения буржуазии как класса, да? С точки зрения моего не как класса, а вот я один буржуа. И вы у меня хотите средства производства забрать и заставить меня трудиться как простого рабочего. Так вы мне враг. Мы это и не отрицаем. С идеологической позиции враг. Почему с идеологической? С классовой позиции враг. Классовый враг и представитель класса. Вы собираетесь экспортировать капиталистическую собственность? Да. Ну так вы значит классовый враг в России. Но не отдельных людей. День Пасха. Как на вас смотрит, если вы не отбираете его. Как на вас смотрит. Продолжим в врагу Дерипасха возможность выступать дальше. Дадим. Так. Теоретическая борьба это научное выражение, обоснование интересов рабочего класса. Соответственно, распространяясь, пропагандируясь среди рабочего класса, среди трудящихся классов населения. Такая борьба приобретает характер идеологической борьбы. И в своей высшей форме, форме агитации эта борьба переходит в политическую борьбу. То есть у нас переходит. То есть высшая форма это агитация. Главное ничего не делать. Высшая форма политическая борьба. Агитация это, собственно говоря, призыв к немедленному действию. А само действие это не важно. Самое действие важно, но оно является не теоретической борьбой уже, а вполне конкретной борьбой политической. Так что высшее действие или призыв к действию? Собственно говоря, я к этому постепенно и подхожу. Высшая форма именно теоретической борьбы это призыв к действию. И этот призыв к действию должен привести, собственно говоря, к высшей форме борьбы, политической борьбы. — Но насчет того, что эта форма теоретической борьбы борьбы действует, это сомнительно. Как это такое? Теоретическая борьба, она выясняет интересы класса, кому что выгодно, что он должен делать. Призывать — это вопрос агитационный, это вопрос агитации. А пропаганда в чем состоит? — Пропаганда состоит в том, чтобы распространять знания. — Правильно. Хорошо. Как вы считаете? — Можно. — Спасибо большое. Вы не обижаетесь? Всегда, когда будете что-нибудь хорошее отстаивать в политике, в идеологии, в экономике, кто-нибудь будет всегда мешать. Причем люди это свои и хорошие, но наших ораторов это не должно сбивать. Правильно? Потому что выступать тогда, когда тебе никто не мешает, каждый может. А вы попробуйте выступать, товарищ, при этом при всем свою позицию продвигал, отстаивал, поправлялся, если надо. Или разъяснял тем, кто не понял, никак не может понять. Тут собрались? Пожалуйста. Граф Кин, Олег Николаевич. Определение. Граф Кин. Граф Кин? Да, Граф Кин. Олег Николаевич. Олег Николаевич, пожалуйста. Определение, определение философского. Это качество, которое есть в себе в простом нечто, и которое сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с нем бытием. Вот. Погу еще дать определение метода. Нет, определение, это дали. Ну, поясните, надо. Вот есть в нем бытие, а можно, вот Гегель говорит, можно сказать просто В? Можно? Можно, да. А что это такое? Что это значит? Что значит В? Или в нем бытие, как вы это понимаете? Вот до этого мы знали, какие категории. Есть бытие в себе и бытие для иного. Бытие в себе – это равенство с собой, бытие для иного – это неравенство с собой. Что нового тут вы сказали, когда говорите в нем бытие в отличие от в себе бытия? Ну, эта разница заключается в следующем. В себе бытие и бытие для иного, они находятся в два противоположных момента. В себе бытие, соответственно, борется с своим противоположным моментом. И поскольку это происходит, обнаруживается, не обнаруживается, а удерживается с помощью в себе бытие от того, чтобы не перейти бытие для иного, с помощью таким образом, что возникает новый вот этот момент в нем бытие. Это позволяет удержаться в себе бытие от перехода бытие для иного. И, например, получается, что бытие, в нем бытие – это уже позиция, которая извне. Позиция чья? Тут еще какие-то люди сидят, смотрят, участвуют, выступают? А могу я сказать, что в нем бытие – это в себе бытие? Правильно будет? Ну, это входит. Куда? В нем входит, удерживает в себе бытие. В нем входит во себе бытие или в себе входит во в нем бытие? В себе бытие входит во в нем бытие. В себе бытие входит во в нем бытие, да. Значит, что этим подчеркивается? То есть можно сказать, что это то же самое в себе бытие, но которое берется как что? Как отрицание. Не просто берется, а которое фактически есть отрицание. Бытие для иного. Да, очень хорошо. Все правильно. Потому что в себе бытие не разделено, не отделено от бытия для иного. А оно переходит в это бытие. Оно не просто переходит, оно при этом от него отмежевывается, так сказать. Оно его отрицает, поэтому оно в нем бытие удерживает. Удерживает. И вот это удерживание того, что является определенностью, это же качество удерживается. Качество, которое есть в себе. Вот такое качество, которое удерживается в изменениях, это определение. Такое качество, которое не удерживается, не определение. Если хороший человек, то он хороший и вчера был. А если он сегодня хороший на их зачёте, а вчера и позавчера, и завтра плохой, то это не определение тогда человека. Да, значит, нельзя сказать. Вот это вот как раз такого рода соображение было бы интересно сюда получить, то есть, когда вы берёте категорию, как вы её понимаете, вот эта категория определения. Определение – это не любое качество, а такое качество, которое сохраняется в изменениях. Вот коммунист – это такой человек, который, когда всё хорошо, он коммунист. Когда социализм, когда есть товарищ Сталин, когда партия, когда всё распределение по труду, всё хорошо. Как только ветра подули противоположные, он перебежал на другую сторону. Значит, он по определению коммунист или просто по форме? По форме. Вот Владимир Владимирович говорит, я билет, видите, сохраняю. Зачем? Для формы. На памяти. Обзнос это не уплатил? У нас кто обзнос это не уплатил, и всё. Три месяца. Ежегодный Зюганов, он денежку сакинал. А? Нет, ежегодный, но нет. Это он Зюганов. Если вы помните. Я и говорю, любить износ. От имени государства, как партии парламентской. Так, ну что, можно поставить зачёт? Можно. Всё, спасибо. Так, зачёт. Следующий. А если я уже получил его? Ну, если вам предоставляется слово выступить перед австралийцами. А вы? Вы слушатели из Соединённых Штатов Америки. А вы тут выворачиваете. Они ждут вашего выступления. А вы говорите, я уже сдавал зачёт. Кого вы так волнует? Так я и задал вопрос, выходите ещё раз или нет. Ну как же? Вот у вас должна быть наступательная позиция. Выходите, отставить позиции в любом варианте. Так я и вышел. Возможно, есть. Говорят, нам не дают эфир. Вот вам дают эфир. Говорят, может мне не выходить? Может выходить? Не хотите, не выходите. А вы уже человек взрослый, понимаете, что если вот это всё оборудовано, то это для того, чтобы вы выходили, а не для того, чтобы вы не выходили. Чего туда пришли сюда? Тогда может и не заходить? Так, ну пожалуйста. Спасибо. Веснин Егор Евгеньевич. Веснин, да? Да. Ага. Вопрос номер 20. Становление и снятие становления. Так. Значит, нужно начинать с начала. А началом является чистое бытие. И вот это чистое бытие мы и рассматриваем. Так как в нём нечего созерцать… Это кто это? Вы себя на мэну давайте? Мы… Мы это кто? Вы из Геги? Хорошо. Просто рассматриваем. Все. Кто угодно может это рассмотреть. А, вот так. Присутствующие. Не только присутствующие. Не, ну я просто уточнил. Кто мы… Рассматривается – это чистое бытие. Не, ну допустим, вы с Валерием Александровичем Мордовиным. Мы уже сразу напряглись. Как нам поступать тут? Что ставить? Определяйте, рассматривайте, рассматривайте. Рассматривайте. В нём нечего созерцать, нечего мыслить. Оно само вот это пустое мышление. И, соответственно, оно чистое ничто. А почему в нём нечего мыслить? Вы же мыслили. Ну, чистое бытие без дальнейших определённостей. Если чистое бытие, значит, есть что в нём мыслить? Вот вы есть или нет, или нечего мыслить по поводу того, что вы есть? Если у вас нет, так и нет. И правильно вы тогда не выходили сюда. Если у вас нет, то зачем вам сюда выходить? Такая иллюзия того, что вы есть. А вы на самом деле есть. А вы потом говорите, если я просто есть, то меня и нет. Вообще ничего нет. Как-то нелогично. Чистое бытие, да. Значит, чистое бытие есть. И кроме этого нечего сказать. Кроме этого нечего. А у вас получается так. Вот я есть, но нечего сказать. Ну, если нечего сказать. Кроме того, что оно есть, о нём сказать больше нечего. Ага. То есть вы дальше пошли. То есть вы пошли дальше. То есть искать. Что ещё можно сказать? А больше нечего сказать. Если вам нечего больше сказать, кроме бытия, Если вам нечего сказать, а если вам есть, что сказать... Михаил Васильевич, видите, сколько мы говорили? Я же шок о чистом бытии. Да, о чистом бытии. Так вот, чистое бытие без дальнейших определенностей. О нем больше нечего сказать, нечего созерцать, нечего мыслить, соответственно, оно чистое ничто. Перешло. Чистое бытие, перешло, чистое ничто. Теперь нужно рассмотреть чистое ничто. Кому нужно? Нам не нужно. Всем нужно проголосуем. Кому нужно, что же? Никто не поднимает руку. Не надо за всех, кто за себя. Они сами ответят за себя. Рассматривается чистое ничто. Вы рассматриваете его. А чего это нужно кому-то? Как это в сторону? Не надо уходить. Хорошо. Вы категорию рассматриваете. У вас что в руках? Ничтое рассказываете про нее. А мне нечего про него рассказать, кроме того, что оно есть? Как же нечего, когда вы только что сказали, что оно уже есть. Только как-то вывернули наоборот. Раз мы ее и держим в руках, вот у вас ничто, значит она есть. А чего вы такую простую мысль так вывернули, что нам нечего сказать про нее, кроме того, что она есть? А не надо нам, нам хватает того, что она есть. Ничтое, значит есть бытие. Ничтое перешло бытие. Такую простую мысль вывернули, так вот, даже нехорошо, мне даже нехорошо стало. Сейчас думаю, умру. Так есть, есть, это очень важно. Одно дело, зарплата есть, а другое дело, зарплата нету. Это что, зарплата, зачет одно дело есть, другое нету. Зачет. Нет, было же почти. Должен быть бытие. Так, ну и вывод какой? Соответственно, чистое ничто перешло бытие. В каком месте? Да. Но уже не в чистое, а просто в бытие, потому что оно имеет в себе вот то, что было предыдущее. Хорошо. А так как? Товарищ, он вышел на правильную дорогу. Как вы считаете? Можно поставить его? Да можно еще... Зостановление дойти. Зостановление-то не дойти. Либералы вроде меня готовы поставить, принципиальные люди, большевики не готовы. Да, продолжайте. Так как чистое ничто... Ой, чистое бытие перешло в чистое ничто. Соответственно, и бытие, в которое перешло чистое ничто, тоже переходит в ничто. И мы получаем переход бытия в ничто и ничто в бытие. А вам вот это вот... Какое у Гегеля выражение? Движение исчезновения... Движение исчезновения, да. Красивее же звучит. Согласен. А переход это вот... Кто-то ходит, ходит туда, переходит сюда, переходит... Никак места найти не может себе ночью вывать. Не спится туда, ходит сюда, на кухню пойдет, с холодильника откроет, обратно придет. Каждый из них исчезает в другом направлении. Да. Движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытие. Тогда это вот тянет на то, чтобы это сформулировать. Это что-то новое. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Вот его называли, да. Ну теперь можно поставить задачение. Ну теперь... Вот ждал Александр Сергеевич, когда вы дойдете до этой точки. Согласен поставить вам зачет. Спасибо. А я и раньше был согласен. Дайте я следующее выступление, потому что у меня моменты. Пожалуйста. Пока никто не успел. Видите, как вы правильно сориентировались? Там пока люди... Вот так и бывает в политике. Вот его и заберут генеральным секретарем или президентом. А вы останетесь помощником. Будете спичрайтером. А он будет озвучивать. Значит, Марвинов Евгений Николаевич. Пока что у меня намечается зачет. Но еще это не поздно дело поправить. Это положение? Нет, я надеюсь, что... Ну, замещается. Все правильно замещается. Это социалистический оптимизм. Как то, что сказал предыдущий докладчик становления, то есть движение исчезновения, бытие в ничто и ничто в бытие. Вот. Тут нужно обозначить, что это два приспособленных момента. Что значит обозначить? Какие-то значки. И сейчас поехали. Не-не-не. Это значит, что будет серфом, а что молотом. А... Или вы как хотите обозначать? Движение... Птичками, птичками, сиечками, чем как? Ну, так умозрительно. Ну, сейчас вот года обозначают. То свиньей, то собакой. Я не знаю почему, но почему это говорят по японскому. А мы же не японцы. И все равно у нас продают это. Зачем-то обозначают. Вам нравится это? Неудачное слово. Ну, такое было. А вы тоже... А у вас удачное обозначается? Еще тут не обозначается. Никаких значков тут нету. Откуда вы взяли обозначается? У Гегеля нет? Мы с Александром Сергеевичем такого не говорили тоже. Откуда вы взяли это? Моя возная интерпретация. Это ваша интерпретация? Да, да. Это вы хотите сказать, что это вы специально интерпретируете, и что вам поставили? Зачет. Нет, ответить на девятнадцатый вопрос, чтобы получить зачет. Но если вы так будете отвечать, то как же вы получите зачет? Если у вас вместо... Вам же Александр Сергеевич сказал в начале, в понятиях выражать. А вы значки какие-то придумали. Угу. Ну так, в становлении есть два противоположных движения. Они называются моментами. То есть два момента есть, непротивоположных. То есть прихождение – это движение бытия. Называется, да. Выражается такими словами, да. И возникновение – это движение ничто к бытию. Как это ничто к бытию? Ну вот, бытие. Если это исчезновение, то оно не к нему идет, оно прямо прямо исчезает. Раз уж исчезновение. Да вы держитесь. Я говорю возникновение. Возникновение – это движение ничто бытия. Ну хорошо. Вот. А так как эти два движения противоположных, эти два момента, они друг друга, получается, друг други исчезают. Вот. И само установление, оно тоже исчезает. Вот. И происходит снятие, логический переход. Как это? Где это? Где это? Где? Не видим логического перехода. Это просто вам… на слово мы не верим. Ну хорошо, исчезает одно в другом. А что? А где переход? Перехода пока вы не рассказали. Кто сейчас верит на что? Кто сейчас вообще верит, кому? Подумайте сами. Движение, переход. Раз, два… Как покрытие? Как там произошло-то? Переход. Я пока не вижу перехода. Ну исчезают, пусть и исчезают. Нам не жалко. Исчезает ничто бытия и бытия. Ну как вот кипит у вас. Котелок, в нем вода кипит себе и кипит. Кипит и кипит. С одной стороны кипит, а с другой стороны… Движение мыслей. Мысль двинется от одного понятия. В другом или в другой. Как вот вы пришли, как вы можете от этого теперь прийти, какое движение приводит вас к снятию? Где? Пока мы не видим. Ну они друг другу исчезают. Пусть исчезает. Получается это беспокойное единство, той бытия и ничто. Это было уже, да. Примерно происходит снятие. Да, становление исчезает. Нет, становление исчезает. Это вот вы показали. А где снятие, как снятие происходит? Ну, момент исчезновения одного в другом. Момент исчезновения одного в другом означает, что это становление, больше ничего. Вы это вот на одно и то же повторяете многократно. А в этом и состоит становление. Вы застряли на становлении. Давайте так попробую. А так как это беспокойное… Знаете, как пластинка бывает. Поёт, 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 поёт. Одну ту же песню на одном месте. Раз, 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 раз. И всё время. И у вас всё исчезает, исчезает, исчезает. И ещё дальше. И никуда и вперёд не идём. Ну, так как это беспокойное единство… Так. Соответственно, это понятие сложное. Потому что единство может быть только множество. Ну… Значит, это беспокойное множество при его исчезновении. Множество или множественное? Множество. Прямо множество здесь. Ох, тут круто вы завернули по-математическому. Их всего-то сколько? Много или два? Ну, два – это уже больше одного. Значит, это уже сложно. Значит, уже множество. Ну, понятно. То есть, если вот увидел два – уже это много. Понятно. Вот. И… Это уже много. При его снятии… Должно… Снятие. В чём состоит? Не видно снятия. А то можно сказать тоже. Беспокойное единство. Лучше делал. Снятие. Вот мы слышали в вашем предложении, что становление… Становление… Беспокойное единство. И вот это беспокойное единство себя отрицает. Это вы говорили, да? Да. Ну, раз отрицает себя, так в чём состоит отрицание и от становление? Так покажите. А вот вы это не разворачиваете в понятиях. А вы стали заверять. Заверять, что оно исчезает. Заверять, что оно снимается. Сейчас кто верит на слово? Никто сейчас верит на слово. Никто не верит. Столько жуликов кругом ходят. Это, извините, Дмитрий Васильевич. А момент? Что такое? Момент? Да. Движение. Внутреннее. Это же зачёт. Это мы о нём рассказывали. У него есть такое свойство движения. А что он по понятию? По понятию это то, что не есть без другого. В данном случае момента два. Бытия нет без ничто. Ничто нет без бытии, да? Их движение, через их движение друг в друга и разъясняется становление. А вы не хотите это движение сделать. И дальше, вот дальше. Вот вы сказали, что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Есть возникновение, есть становление. В становлении есть единство возникновения и прихождение. Да? Всё хорошо. А как дальше-то? Как совершается переход к... Лучше говорить не переход, только мы же не ставим задачу на какого-то периода. Во что переходит эта категория? Переходит в ничтое бытие. Откуда мы это знаем? Сначала нужно показать, что это что-то такое, а потом уже его называть. А вы это не показали? Спокойная простота. А где спокойствие, как получили? Как спокойствие и как простоту, пожалуйста? Оба. У нас было, так сказать, два момента. Они сложные. А после снятия осталась спокойная простота. Никакого снятия. Кто Иванов, что ли, снимал? Как-то после снятия. Вы же должны показать, как они сами снимают себя. А вы после снятия, как будто вы это снимали. Или Александр Сергеевич снимал, или я. А вы пришли после снятия, и видите, всё спокойно. Зачёт после снятия, это что? Снимали. Вот сейчас идёт снятие как раз вашего выступления. Это что такое? Это утверждение и одновременно ваше отрицание. Потом вы скажете, это не я, это картинка. Но вы почти вот тут вот где-то находитесь. Вот вы сказали, что становление отрицает себя, да? Да. Отрицает себя. Так вы можете сказать, в чём выражается отрицание становления? Вот вас. Вам принесли на стол становление. Это беспокойное единство, бытия и ничто. Да. В чём состоит отрицание беспокойного единства, бытия и ничто? Скажите, пожалуйста. Вы можете применить категорию отрицания вот к этому беспокойному единству? Мы отрицаем то, что нас беспокоит. Мы не отрицаем. Мы ничего не отрицаем. Мы всё это спокойно смотрим. Вот мы с Александром Сергеевичем смотрим, как вы пытаетесь что-то отрицать. А мы не отрицаем. А вы, если вы говорите «мы», вообще вы не можете говорить, потому что вы один, как мы. И нас не надо себя подверстывать. Речь вот о том, что происходит с этим становлением. Становление. Становление. Происходит отрицание его беспокойства. Происходит егоTV. Происходит его отрицание, беспокойство. Это хорошо. Становится спокойно. Вот правильно, совершенно верно. А так как это было единство, bugs соответственно, такое множество, отрице моего множества... Это никакое множество. Не множество. А поскольку их было два момента. А теперь ни одного. Просто отрицание произошло. Их разность исчез Karate 1. А обычно множество, и уже тогда вы пошли куда-то далеко. Не надо от этого предмета простого уходить куда-то в очень сложный. Вот теперь, получается, спокойное получилось и простое. А спокойное и простое – это что? Это наличное бытие. Нет. Спокойное и простое – это то новое, что есть. Сначала вот оно есть. Сначала есть бытие. Но какое бытие? Нечистное же. Нет. А какое? В итоге мы уже новое название. Только теперь мы можем новое название. Можно поставить зачет или нельзя? Да надо поставить. Вот вы учили человека. Что вы были максималисты теперь, либеральные, к какой-то точке зрения. Вам за товарища Казенова зачет. Спасибо. И перерыв. Перерыв? Сверху. Правильно. Австралийство, Паша, мне понравилось. Австралийство? Да, и из Буэносера, что товарищ сообщил, что ему нравится. Отлично. Хорошо, что я... На противоположном конце земли. На противоположном конце земли. Он даже сегодня не спит. Кому-то больше, чем ему, да? Нет, надо было в следующем году прийти повторно и на лекциях Михаила Васильевича позабывать эти вопросы. А вот вы должны вот такой политический урок влечь. А что вы не спрашивали? А вы не спрашивали, значит, во мне. Новогодний подарок. Вот Дед Мороз поедет. Денис Борисович. Московские рабочие. Это из Москвы. Это очень просто. Значит, издает эта газета «За рабочее дело». Она в Ленинграде. А это выпуск для московских товарищей, для московских рабочих. Выпуск «За рабочего» делали, игра для московских рабочих. Московские рабочие. Так, называете себя? Абдулаев. Абдулаев. Камиль Шамильевич. Имя что? Камиль Шамильевич. Камиль Шамильевич, ага. Значит, вопрос, понятие «политическая партия». Пора на этот вопрос ответить. Просто другие боятся к серьезным политическим вопросам подходить. Они это на уровне ничтов пытаются. Значит, понятие «политическая партия» Оно всеобъемлющее и включает в себя… Всеобъемлющее? Понятие. Включает в себя очень много… И компот туда входит. Очень много включает в себя понятий. Подождите, вот есть такая очень строгая категория. Всеобщая есть, особенно единичная. А всеобъемлющее – это совсем другое. Всеобъемлющее. То есть, это всеобщая категория – это другое дело. Вы лучше расскажите, не какая это категория, а что это такое? Партия, политическая партия – это что? Сообщество людей, объединенных какой-то общей целью. То есть, идем пить пиво? Партия пить пиво. Да, общее понятие партии – это сообщая людей. Это понятие политической партии или понятие партии? Нет, понятие партии. Зачем нам понятие партии? Потому что я хочу… Хорошая партия. У вас есть жена? Есть. Это отличная партия. Вот. Но, соответственно, понятие партии… Нам не нужно понятие партии, мы не спрашиваем. У нас понятие политической партии. Все остальные вы можете рассказать кому хотите. А нам только про это. Про политическую партию. Мы у нас очень узкий, очень неширокий простор. Значит, политическая партия – это авангард класса, авангард общественного класса, который борется за власть этого класса. А что, может быть, авангард, который не борется? Что это за авангард? Вам слова «вангард» недостаточно, что еще надо прибавлять, что он борется? Нет, он должен обязательно бороться. Если, допустим, есть солнце, еще некоторые говорят «ясное солнце», потому что некоторым не ясно, что это ясное. Богатырь обязательно сильный. Экономика должна быть экономной. Это классы, которые борются за власть. Зачем вам? Есть такие классы, которые не борются за власть, что ли? Есть такие классы? Нет. Ну, нет. Вообще есть такие классы, но они не уходят на власть. Вы хотите протащить длинное определение партии сюда? Потому что вам легче запомнить или, наоборот, короткое? Нет, ну, лучше короткое тогда. Значит, авангард класса. Это вам не нравится, что ли? Хороший вопрос? Отлично. Ну, а что тогда вы хотели тут как-то так всех раздевнуть и что-то такое привнести? Просто хотел объяснить более авангард класса. А вот дальше, исходя из этого определения, все и объясняется. Если это авангард класса, авангард – это что такое? Это передовая часть. Нет, не часть. Передовая, наиболее сознательная. Чего? Ну, как это? То есть, не часть. Не часть. Если часть, получается, что вот скажем, авангард рабочий, а вот только из рабочих состоит. Это неверно. Нет, нет, да. А потому что партия – это соединение социализма с рабочим движением, да? Здесь уж точно будут, кроме рабочих, еще и нерабочих. Правильно? Если это авангард. Если он эту задачу решает. Поэтому часть здесь не подойдет. Хотя формально там само слово «панат» – «часть». Это часть, конечно. Это у нас берут, дают английскую, а на самом деле это идет от греческого «Парс» – «Рот». Так у нас греческого не знают, знают. Ну, так они не знают. А мы-то знаем, мы люди грамотные. Да вы-то грамотные. И разъяснили это в книге специальной. Вот. Вам разъяснили книги, а вы все равно дачили добавлять к этому все. Авангард класса. И естественно, авангард борется за. За. Политическую власть кого? Свою или класса? Да, политическую власть класса. О, это очень важно. Правда? Конечно. А есть такие партии, которые за свою власть борются? Ну, конечно, есть. Тогда они не политические партии. Они не… Вот поэтому Эфринин называл ГТГ «группа». Группа или катерия в Бургазии, которая возню политическую затевает на политическом движении. Да, а на самом деле. Или они, так сказать, представляют собой некоторое обрамление действительных партий. Пример нашего парламента, соответственно, там, находясь различные партии, там находятся, соответственно, они не борются за… А почему вы думаете, что они различные? А чем они различные? Ну, хотя бы в названии. А, названием различаются? Да. И они, соответственно, не осуществляют борьбу за власть. Как это они осуществляют? Осуществляют. За удержание они осуществляют борьбу. А разве удержание не есть борьба за власть? Не удержишь, так и всё. И пропало, конечно. Да их никто оттуда и не снимает. Как никто не снимает? Вы уже со своим Красным университетом уже подошли. Только подошли, но не очень близко пока. Но они заранее готовятся. А вы тоже заранее готовитесь. А ещё политическая партия – это именно инструмент политической борьбы. Чей. Класса. То есть… Вичёв, Вичёв, Вичёв… Вам слово «авангард» слабо показалось? Инструмент, вроде отвертки. Ну что за такие слова «инструмент»? Какое-то механическое такое понимание. Авангард – это передовой отряд. Вам передовой отряд не нравится? Перевожу на русский язык. Авангард. Авангард – это передовой. Гаатгард – это охрана, да? Да. Передовой отряд. А вы хорошее такое слово «передовой отряд» заменили на какой-то инструмент. Скальпель? Или что? Отвертка? Лопата. Ну просто… То есть копать надо в политике лопатой. Такой лопатой является партия. Высшая форма классовой борьбы является борьба политическая. Соответственно, чтобы осуществлять политическую борьбу, нужно осуществлять какими-то средствами, инструментами… Почему инструментами-то? Ну, не инструментами, а… Как… Для того, чтобы осуществлять борьбу, надо иметь передовой отряд. Что? Это плохо, что ли? Какие-то инструменты. Что-то вы отбрасываете борьбу классовую и берете… Что-то где-то ковыряется этот самый… Это как будто он подходит… Что-то не открывается дверь, а начинает ковырять каким-то инструментом. Это что? Борьба за власть такая странная. Зачем вы так изображаете? Это классовую борьбу. Кто это вас учил так? Александр Сергеевич, вы так учили? Я не учил так, но… Значит, он хочет, ну, пояснить это. Так он хочет затемнить? Нет, пояснить. Он про авангард сказал, а теперь хочет… Сказал авангард. Я бы на вашем месте вот сказал авангард и молчал бы. И все, дайте мне зачет. И вам бы поставили. Я хотел… Я хотел… А вот… Понимаете? Вот что-нибудь развернешь, то да. Иногда нужно просто промолчать. Молчать, да. Сказал партия авангард класса. Кто против? Никто не против. Ставьте зачет. Все. Ну, то есть можно же не говорить, но нам деваться-то куда? Ну, куда мы можем деться в Светлане? Скажешь, что не авангард. Ну, это средство, конечно. Можно сказать, что это средство. Почему? Потому что вот есть партия, есть средство, которым действует. Средство – это высокая категория. Средство – это средний термин, среднее. То есть что-то, кроме класса, нужно еще что-то такое, что, так сказать, является средством, так сказать, взятия власти. А пока нету партии. Инструмент – это инструмент – средство, но не всякое средство – инструмент. Согласен. Значит, политическая партия является средством класса для достижения, ну, для взятия власти в свою руку. Для достижения своих целей. Хорошо. Ну, все, можно посадить. Можно. Спасибо. А то вдруг еще что-нибудь скажут. Ну, только сопротивлялся. Защищался. То есть, оказывается, надо что-то еще и не сказать. Договорились же две минуты. Да. Не подавайте. Не надо задавать, если они есть. Так. Фамилия. Здравствуйте. Шихин Евгений Ленинград. Еще раз. Шихин Евгений. Шихин? Шихин, да. Хорошо. Пожалуйста. Вопрос. Диалектика и формальная логика. Вы что, папы у вас нету? А? Папы нету? Николай Ильич. Спасибо. Шихин Евгений Ленинград. Папа есть. Шихин Евгений Ленинград. Слава Богу. Не, ну, он в любом случае есть. Поэтому, как ты, я не могу. Интересовался? Ну, диалектика – это наука о противоречиях. Вот. Диалектический метод – это осознание формы внутреннего самодвижения, содержание изучаемого объекта. Надо вставить, да, сейчас. Если сейчас что-нибудь скажут потом, уже нельзя будет вставить. Может, хотел развить мысль? Ну, пусть другие развиваются. Да нет. Ну, и не дает. Уже не передумал. Ну, современное понимание диалектики – это гегелевское понимание диалектики, высказанное именно в науке логики и системной категории. А ленинское понимание диалектики не современное? Ну, современное, значит, да. А вы сказали гегелевское. Я договорил, что сейчас сидел. А у Ленина как у гегеля. А Маркса понимание тоже не гегель, а не современное? Тоже современное. Тоже современное. Ну, ладно. На этом давайте остановимся. Спасибо. Хорошо, зачет вам. Так, кто у нас еще там? Товарищ Чуленев, он не будет сдавать. А он слушатель, между прочим. Да, да. А чего вы, товарищ Чуленев, подходите сюда? Вам есть что сказать? Он держит руки и не может отдаваться. Ага. Как люди придумываются? Даже в руки берут там специальные записывающие аппараты, чтобы крутить и начинать. Что бы только они спросили. Так, пожалуйста. Вот. Вот есть смелые люди. То есть, как минное поле, так женщины выходят. Понятно. Михаилова Дарья Николаевна. Михаилова Дарья Николаевна. О. Четко и ясно. Понятия коммунистического движения. Какого? Коммунистического. Движения? Коммунистического. А? Коммунистического. Коммунистического. Ага. Я думал, что тут… Коммунистическое движение, рабочее движение, осознавшее свои коренные интересы и борющиеся за них. Это точно, Ходилов так преподавал. Как я не слышал. Замечательная программа, послушайте, возьмите на вооружение, и будет легче. Объясните, товарищ профессор. Коммунистическое движение. Супер. Это рабочее движение, осознавшее свои коренные интересы и борющиеся за них. Так красиво. Ставим зачет, да? Тем более, что я ее уже поставил. Хорошо. А почему мы говорим движение? Не партия, а движение. Вы теперь можете свободно говорить. Чем отличается партия от движения? В уголе, в уголе, в уголе. Я знал, что это дело кончится. Вот надо было в угол сюда, вовремя уйти. Надо было убежать. Договорились, что на один вопрос. А это уточняющее. Не уточняющее, а утопляющее это вопрос. Да. Чем отличается? Да. Почему мы говорим о движении? И что такое движение? Чем оно отличается партией? Одно дело, человек в партии, а другое дело, он в движении. Потому что конечная цель – ничто. Лишь бы двигалось. Да? Ну, такие соображения. Да. Ну, а так Фернштейн понимал. Это называлось ревизионизмом раньше. Конечная цель – ничто. Движение – все. То, что в партии человек посвящает всего себя, свою деятельность, жизнь партии и борьбе за коммунизм. А в движении, вот идёт движение, он пристал к нему, подвигался там 5 километров. Это если есть движение. А есть был значок такой. И отошёл. 50 лет пребывания в КПСС. Маленький такой круг. А потом думает, нет, и пойду дальше. Пятие в КПСС. 50 лет. Понятно, да? Что движение так примыкает. 50 лет пребывания в КПСС. На некоторых путях есть участие в конечной цели. Ну что, можем поставить за счёт, конечно. Уже поставлен. И вам, и мною. Спасибо. Воздущий очень психический. Вот, если люди понимающие, что всё будет. Надо ничего никого вызывать. Воздущий не надо. 50 лет. Чувствую, что он говорит. Да, пожалуйста. Михайлов Игорь Алексеевич. Без бумаги. Так. Это была Михайлова, да? Да. А это? Это Михайлов. Ясно. Розник, что ли? Четыре разных человека. Ну, я правил термин «экономизм». Да, я вам правил. Термин «экономизм» означает отказ от политической борьбы и ведение борьбы экономической исключительно. Берётся начало в конце XIX века социал-демократической партии, которая считалась… Как-то вот это непонятно. Слово «сведение» означает, что в конце концов всякая борьба сводится к борьбе за экономический интерес. Это реально неправильно. Введение. Сведение. Ввести. Или вывести из экономических интересов всякую борьбу. Это как бы всё расцветает тогда. Из экономической борьбы ввести и политическая борьба, и теоретическая борьба, и идеологическая борьба. Правильно? Идеологическая борьба в чём состоит? Пропагандировать то, что выгодно рабочему классу. Понятно. Просто агентировать за то, что выгодно рабочему классу. Политическая борьба – взять власть. В языке мы используем. Для борьбы… Для сведения и выданцев. А ведь слово «сведение» как раз, «выведение» или «сведение», всё сводится к этому. Вот можно сказать, что основной постулат исторического материализма – сведение всяких настроечных процессов к экономике. Можно так сказать? Можно. Но можно и как он, говорит. Это всё свистил какой-то простой. Не мешайте так. Человек должен же выкарабкаться, его притапливаешь, а он всё равно борется. Но он сам должен выкарабкаться, а вы испортили всё. Теперь придётся ставить зачёт. Александр Сергеевич, он только так, как для начала. Сейчас он сбросит его. Нет, у людей, которые на этот вопрос отвечают, у них очень… я понял, упрощённый подход, потому что это такая простенькая категория. Поэтому многие его взяли, сдающие за счёт. Причём тоже простенький раз сведение к экономике. Вопрос закончен. Закончили. Вот, скажем, если ведётся политическая борьба, она ведётся же за экономические интересы, правильно? Человек должен об этом не забывать. Человек, скажем, начинает при капитализме борьбу за улучшение жизни. А потом наталкивается на то, что при капитализме сильно не улучшишь жизнь. Значит, надо убрать этот капитализм, построить коммунизм, и тогда экономическая борьба превращается и переходит. А она пропадает при этом экономическая или она продолжается? Продолжается. Мы идёмんで всё сошедаем. А вот в переходный период борьба за улучшение жизни рабочих продолжается или она исчезает? Конечно, она продолжается. А при социализме она продолжается? Продолжается. А при полном коммунизме будет борьба за экономические интересы? Будет, конечно. А в чем будут экономические интересы всех членов общества при полном коммунизме? Так. Дynamические интересы? Да. Полное всестороннее развитие, как бы, когда… Кого? И сказали. Всех членов общества, да. И сказали. Ну всё осталось. Это не удалось потопить. Да. Зачем? Не знаю. Селев, отец сам он себя оценил очень слабо. Взял вопрос простенький. Некоторые берут вопросы сложные, такие проблемы. Романов Алексей Николаевич, я тоже взял бы вопрос экономизма, но я не считаю, что он простенький. Романов Алексея, династия Романова. Да. Пойдемте брать зимний. Значит, экономизм тоже, наверное. У нас этот был один. Романовы уже берут вопрос экономизма. Был у нас Романов один. Да. Заодно я отвечу. Как предыдущий докладчик сказал, что это оппортунистическое течение в социал-демократической партии конца 19-го, начала 20-х веков. Значит, основной документ, который является описанием этого понятия, это является кредо Кусковой. Мадам. А где, да, по-моему, Екатерина Александровна, которая описывала, что имелось в виду. Они, вот там с ней еще ряд товарищей, они трактовали учения Маркса и Энгельса о том, что рабочие заниматься должны только экономической борьбой, а либералой политической. Именно их разъединяем, что не люди делают историю, а экономическое развитие делают историю, а люди в нем являются просто производственным субъектом, который в течение этого дела там живет. Значит, основная борьбу ввел с этим пониманием, с этим понятием, это Ленин, основной труд у него был про это дело, это его книга «Что делать?» и отдельно он еще писал… И никто его не поддерживал, да? Ленин один был в основном. Он был в основе, а наверху? Ну, после этого там в 1903 году был второй съезд РСДРП, где как раз вопрос этот решался, и как раз те, кто были за термин «экономизм», они были против того самого главного ситуата о том, что рабочие должны также вести политическую борьбу, создавать партии, и главные должны быть диктатуры, пролетариаты. По программе были расхождения на втором съезде, или все единогласно приняли ее? Нет, были разные, просто те как раз экономисты либо просто делились, либо как раз стали меньшевиками. На втором съезде, а не меньшевиками, а не по программе. Не по программе, что это одна из этих… По какому вопросу-то произошло деление на большевиков и меньшевиков? Большевики имеют все диктатуру и пролетариат. И не было тогда еще меньшевиков и большевиков, когда решался вопрос о диктатуре и пролетариата. Это когда решался вопрос о программе, не было никакого деления на меньшевиков и большевиков. После него нет. Поэтому я вас и спрашиваю, не после него, а когда появилось деление, по какому вопросу, тоже обсуждавшемуся на съезде, появилось деление на большевиков и меньшевиков? Ну что, должна быть политическая борьба и основной постулат диктатуры фонтриарные. По какому пункту повестки дня? Не скажут. Почему не скажут? Это секреты, что ли? То есть вы знаете, но не скажете? Или не скажете, потому что не знаете? Нормально, потому что не знаю. Это чистосердечное признание. Это снимает в какой-то степени вину. Смягчает наказание. Смягчает. Смягчает, все равно. Но без наказания тогда не получается. Как это вы не знаете? Готов понести. Вот он экономизм. Человек не знает различия между меньшевиками и большевиками. Как нам быть? Если мы... Но это уж тонкие вопросы. Ничего себе тонкие. Для нашего курса короткого. Они различают. Кто меньшевик, кто большевик. И чего себе? Ну кто-то нас может выручить, товарищи. Устав партии. Большевик он в партии, а меньшевики, они... Вот, учитесь. ...поддерживают, сочувствуют. В движении. Но вы имеете в виду, что большевик должен именно политической борьбой, а не просто всех принимать. Нет, он имеет в виду то, что я сказал. Расхождение было по пункту устава. Кого считать членом партии? Кого считаете? А вы кого считаете членом партии? Вот сейчас. Кого считать членом коммунистической партии? В движении. Нет, тут оно-то. В движении-то в движении, а не в... Вот, товарищ. Отсюда тоже в движении. Идет сюда тоже в движении. Ну, все находится в движении. А в партии кто? Кого считать членом партии? Вот тут и... То есть вы за позицию Мартова или за позицию Ленина? Потому что... Мартова как раз-то была... Или вы скажете... Скажите мне, в чем позиция Ленина, в чем позиция партии? Мартова, и я вам скажу, за какую я. Да, да. А Ленин за какую? А Ленин за такую, какая у Маркса. Ну, что... Кого считать членом партии? По уставу. Кто должен, как говорится... Не только, как говорится, теорией и практикой, доказывать свою привязанность. Кто доказывает свою привязанность. Вот если я доказываю свою привязанность к чему-нибудь, я тогда член партии. Сказал, практикает. Правое счастье дело. То есть, выхожу и гуляю по Невскому. Почему? Одиночные пикеты. Вы можете знать, применимать свои знания на деле. Я и применяю. Вот выхожу, если кто-то и говорит, я могу отвечать на разные вопросы. Хорошо. Как гулять по марксизму? Народ сразу все в сторону. Михаил Азеевич, как гулять по марксизму? Я по Невскому гуляю. Зачем по марксизму? Так мы же говорим о теории, практике. Я на практике пойду на Невский. Буду выходить и сказать, у вас есть вопросы по марксизму. Народ будет сразу разбегаться. Сказовое движение, согласен. Ну, как-то надо спасти, кто спасет-то, товарищ. Да. Ну, какой-то должен быть один без зачет, да? Нет, надо спасти товарища. Вот товарищ, у него перспектива есть. Не хотите спасти? Нет. Пойдем к стенам. Не хочу, говорит, не хочу спасать. Пусть утонет, а я выплыву. Ну вот, товарищ, он, по-моему, он, прежде всех подошел, наверное. Так в чем разногласие между мартовской формулировкой и ленинской формулировкой пункта устава? Он считал, что, как бы, да, член партии, он должен, как бы, во-первых, состоять в партии и полностью... Что значит состоять в партии? Состоять в партии ни о чем не говорит. Вопрос, и так, и это считать членом партии, и это считать членом партии. А вот какое условие? А что значит состоять в партии? Выполнять какие-то функции, работать. Работу, да, функции партии. Где работать? Где? Партия-то сама стоит. Крещево, вашенький. Ну, с рабочим партийной организацией, работать в партийной организации. Вы тоже? Вот, в партийной организации, в одной из организаций партии. То есть обнаружилось, что у нас большинство товарищей на меньшевистской позиции стоит. А еще большее большинство не знает, на какой это позиции стоит. На большевистской или меньшевистской. А вы говорите легкий вопрос. А? Вопрос-то легкий, а ответ тяжелый. Вопрос, конечно, легкий. Это вопрос исторический. Написано, любой откройте там учебник, даже плохой. Там написано, что разница. Разделились большевиков на большевиков. Два течения разделились на большевиков, меньшевиков. Не по программным вопросам. По программе все проголосовали, все как надо. За диктатуру пролетариата и так далее. А потом разошлись коренным образом по вопросу о членстве партии. И специально Ленин говорил, что так мы можем каждого профессора считать членом партии. Который иногда помогает чем-то партии. Вот мы иногда помогаем чем-то через Красный университет. Надо нас считать членами партии. Но мы еще средствами помогаем, участвуем в партийной организации. Но мы в организации состоим. Вот в чем дело. А если бы мы не состояли в организации, а со стороны помогали. Это не значит, чем тут партии. Были бы не члены, но помогают. Кстати, нам со стороны помогают? Нам со стороны помогают, да. Не состоящие в партии. Это другое дело. Сочувствующие партии и так далее. Так что это вот серьезный недостаток вашего ответа. Предлагаю осудить товарища. Вывести во двор. Демонстративный порт и отпустить. Благодаря ему мы его искали. Ну, зачет можно поставить? Конечно. Опираясь на позицию либерализма, да? Да, это поставить. Ну, предупредись, что зачет – это не отлично. Этот зачет похож на три. Буква «З» – три похожа. Ну да, «З» – три. Так, ну, вам есть возможность блеснуть и подвести итоги. У вас никто выступать не будет. Густелев Юрий Александрович. Густелев? Густелев Юрий Александрович. Юрий Александрович. Юрий Александрович. Да, замечательно. Пожалуйста. Поскольку зачет уже сдан, разрешите другой вопрос рассмотреть. 25-й – в чем состоят интересы рабочего класса? Хорошо. С чисто практической точки зрения, потому что недавно был разговор с женщиной, которая является швеей на заводе «Тойота», и немножко был разговор о том, какие условия труда вообще существуют на данном предприятии. Рабочий день – 12 часов, рабочее место заключается в том, что стоит станок, на который нужно сдавить… Рабочий день – 12 часов каждый день или 12 через день? Ну, там, по всей видимости, они… Два, через два? Ну, достаточно… Ну, это непонятно. Рабочая неделя, да, вопрос. Ну, рабочая неделя у них шестидневка, и кто хочет заработать, соответственно, больше, тот работает для измоз. То есть… И плата сверхурочная? Плата сверхурочная, да. Сверхурочная оплачивать? А, полтора раза? Ну, и вот… За первые два часа? Ну, как-то у них… Но вы закон-то знаете сколько? 12 часов первый день. 8 часов. Нет, по закону он сверхурочная. Ну, как слоник? Ну, сверхурочная оплачивать выше 8 часов. Два часа полутора кратно. Да, полутора кратно. Еще два часа, еще 2 кратно. Соблюдаются там законы? Ну, по всей видимости, соблюдаются… Ну, по всей видимости, там же необходимо, каким образом это все представлять. То есть, 12 часов первый день, на следующий день 12 часов уже не работают. Ну. Вот, а у них идет 12-часовая работа, вот. Ну, каждый день… Тогда другой, тогда другой период учетный, там, неделя. Сколько часов в неделю? 60 получается. 60? Ну, так это каждый день. А у нас неделя… Нет, а у нас по закону какая неделя в России? Ну, не больше 40. Не больше 40. Значит, сколько сверхурочных у него? 20 часов. 20 часов. Первые 2 часа тогда оплачиваются должны… Первые 2 часа, да. Из этих 20 в полтора, остальные 18 часов. Два дня. Два дня. Вы спросили, оплачиваются? Ну, здесь меня больше интересовали сами условия. А это не условия труда. Так человек питается, хватает длина детей – это не условия труда. Это тоже условия труда, как условия, при которых я тружусь. Правильно? Это тоже условия. Это есть материальные условия, при которых совершается труд, но это одно из условий. Как так? Вот если вы разговаривали, интересуетесь… Мы же, вот мы для чего просвещаемся здесь, что даже если вы разговариваете с кем-то, ну, хоть выяснить на самом деле, в каких условиях люди живут. Точно выяснить. Это же очень важно. Вот, например, эту башню делали, там тоже такая же история, я спрашивал, башню, которая стоит в лапсе. Ничего там святого ружья не собирали сплатить. Дескать, хотите много получать, больше работайте. Так больше. Они выходят за 40 часов и, получается, больше работают. А должно быть, значит, сначала первые два, полтора раза, как товарищ нам говорит, и дальше вдвойне. А вдвойне они захотят тогда, может быть, и привлекать. А поскольку вы не просите, не требуете, ну, давайте работайте. Ну, а если кто умрет, ничего, из Таджикистана приедут, из Узбекистана. Так или и так, что проблема, да? У нас он за воротами. Говорят, у нас маленькая безработица там. Четыре с половиной было, будет пять с половиной прогнозов. Очень маленькая, особенно вот если в нее попадешь, вот мы с вами попадем, нам будет приятно узнать, что она маленькая. Если мы будем, вы безработные, я безработные, и вас возьмем. И вторым сядем, и шапки положим. И чтобы не скучно было, чтобы организация была у нас без работы. Дайте нам копеечку. Ну, так вы все сказали, что хотели? Ну, наше условие, правда, наше дело, да. То есть, если я имею в виду, что вы можете сказать в свое оправдание? Подождите, вы не дали ему вообще сказать. Так и будет в жизни, но никто ничего не дает. Продолжите, пожалуйста. Вы все в политике, вы же все время говорите, вот товарищи, товарищи, это борьба, это неуклонная борьба, это преодоление. Ну, только преодолевайте. А что, мы вам не даем? Я вот сижу, молчу, вы молчите. Тогда на вас начинаем понаваливаться. Если вы нас не бьете, мы вас бьем. А как может быть еще? Мы-то вас бьем за то, что вы еще недостаточно знаете марксизм. А вы за что нас хотите бить? Ну, смотрел, запутал. Тогда отвечайте. Вы же сами сказали, я тоже все ответил, у меня уже зачет, я человек свободный. Ну, давай, мы на свободное и навалились. Вообще, вы ничем не рискуете. Поэтому мы на вас и навалились. Так, может, человек рискует, так мы на него не нападали. Логично? Ну, давайте, еще какая-нибудь идея у вас есть? Разговор-то чем закончился? Ну, чем закончился разговор? Вообще, я забыл разговор о профсоюзе. Да. Профсоюз, я так понимаю, у них не действует, или они не хотят с ним каким-то образом активно сотрудничать. Формально есть? Формально у них есть, да. И были неоднократно, ну, может быть, один или два раза случаи, когда работников увозили с производства в больницу. Вот. И после этого, в том числе, у них появились какие-то поблажки беременными. Ну, вот это вот, то, что вы рассказали, это как можно оценить? Это как фейербаховский созерцательный материализм? Или это диалектический преобразующий? Созерцательный. Созерцательный. То есть, вот если мы начнем сейчас собирать просто, сказать, и там спрашивать, что у вас, и у нас плохо, и там плохо, и там плохо. На вопрос, что делать, у вас мысли есть? На вопрос, что делать? Да, на так сказать, это мысли по вопросу о том, что делать в этой ситуации. Или ждать, пока всех отвезут в больницу? Организовываться. Ну, каким можно? Ну, как вот, я не знаю, как. Ну, вы на эту учебу думали, вы же... Вы же у нас заключительное слово имеете. Ну, в том числе, да, то есть, организация медицинского пункта. От кого это набирает? Кто это? А почему не хотят? Непосредственно организовывать. Может, работодатель, а вот потребовать у него организовать этот пункт, должен работать. Да, впрочем, это и тот профсоюз мог бы сделать и позаботиться насчет пункта. Медпункт, да зачем организовывать, а не шар падает от бессилия, что я в медпункт? А так, хоть на шторя. Ну, опять же, по поводу условий труда, то есть, рабочее место швеи заключается в том, что необходимо стоять на одном месте. Стоять? Стоять на месте. У швеи? У швеи. И нажимать одной ногой на три педали. Ну, соответственно, это вызывает уже определенные нарушения. Конечно. Отстой, 12 часов отстоять, это очень большое. Ну, у вас был разговор там о коллективном договоре? Нет? Ну, для этого уже не успели. Ну, вообще, вот по идее, вот мы же должны, вот если мы разговариваем там с трудящими, если они просто рассказывают, они рассказывают, как плохо, говорят, да, плохо. Вот мы такие просвещенные, получили Красный университет, и расскажите, как у вас плохо живется. Ну, и как вам плохо живется. Это потому, что я много знаю. Или мы должны что-то людям предлагать. Предлагать. Как организовать. И сами в это включаться. То есть у вас какие-то мысли есть? Вы как-то думаете, как помочь таким, как это жвея? Ну, я понял. Как помочь? Приходить в Красную университет и книжки читать. Достаточная помощь? Нет, конечно. А что надо делать? То есть это теория, должна быть теперь практика. А какая у вас будет практика? Нет. Для начала, конечно, почитать, получиться. В этом же вести там пропаганда какой-то. Какая-то вот такая задача, лишь бы вести какую-нибудь пропаганду, не приручать. Не какую-нибудь, а именно... Какую? Что вы хотите пропагандировать? Коллективный трагоговор, соответственно, создание профсоюзов. А если профсоюз есть? Ну, там же переизбрать можно, наверное, председатель. Наверное, конечно. Нет таких первичных организаций, в которых нельзя было переизбрать. Но это большая работа, правда? Ну, естественно, это должен делать опять же коллектив. Ну, то есть, вот скажем, если мы с людьми разговариваем на эту тему, чтобы это не было, такой разговор поговорили, посочувствовали и пошли. Так а коллектив-то вообще красивый участие. Я подальше на свой вопрос. Ну, я так понимаю, что... Ну, мы опять же разбираемся. Людям интереснее, как заработать деньги. И не будут работать темно-рочно. Здесь они не борются за свои какие-то интересы экономические, реализационные. Ну, как делать, что они воролись? Вести разумную пропаганду, а именно объяснять, каким образом они могут отставить свои интересы. Объяснять, что только они сами могут отставить свои интересы. То есть, мы не можем давать им постоянно хлеб, но мы можем научить их выращивать этот хлеб, что называется, политически в данном случае. То есть, мы не можем за ним бороться, как представители, а помогать и научить бороться можем. И агитироваться на то, чтобы эту борьбу осуществляли, мы тоже можем. Вот вы не смотрели на канале Фонда Рабочей Академии вывешено интервью с президентом федерального профиля и диспетчеров Ковалев? Смотрели, да? Ну, вот же это вот. Можно посмотреть, как люди борются? На самом деле, это такие люди, которые реальные, живые. Ну, методика Барьбы известна, а как ее начать, как ее инициировать? Очень просто. Для начала они должны все в простой вступить. Если у них простой всталит малочисленный, там пять человек, то на него просто не обращают внимания. Для начала, даже если простой всталит малочисленный, можно сделать фабричный заводской комитет из трех человек. Это в чем проблема? Вот сидят три человека. Все собрались и назвали себя фабрично-заводским комитетом. Мешает это кто-то? Запрещает кто-нибудь? Собственно говоря, самый разумный подход, который на прошлой всталит. Вот фабрично-заводская группа под названием. И даже в истории дело было так, что где-то были профсоюзы, а где-то были фабрично-заводские комитеты. А потом эти фабрично-заводские комитеты соединились с профсоюзами. Такая всеобщая стала профсоюзная форма. А во время, после революции, как раз когда нужно было бороться так или сяк, и то, и другое применялось. Ну не может там у вас большой профсоюз, не знаешь когда с чего начать. Ну три человека, то вы соберитесь, чтобы вы думали, что вот стоит швея, она замученная. Ну три швея, если они это обсуждают, это не просто замученные, это уже люди, которые начинают думать. Правильно? Надо помочь, осознать людям, что сегодня вот двоих увезли, завтра троих увезут, послезавтра пятерых. Так ведь они все это осознают. И если будем так по двенадцать часов работать, так и со всеми так будет. Надо ноги как цаплят. С сорока года мы помрят. Это такая форма забастовки, работать пока не упадешь. Да, да. Ну что, дорогие товарищи, я думаю, что за счет «Хорошо» на высоком идейном авиационном уровне. Вот он показывает, что народ в России все более заинтересовывается этими проблемами. И фактически мы обучаем людей от Владивостока и Приморья до Литвы и Белоруссии. Плюс, значит, вышли на международный уровень в Америку, значит, в Австралии. В Австралии, да. Это не вмешательство внутреннего? Нет, мы не вмешиваемся. Это мы с конкретными людьми там разговариваем. То, что им интересно, то, что они откликаются. Вот теперь содержание, мне кажется, растет, конкретизируется. И это выражается в том числе и в таких кратких и лаконичных ответах, хотя некоторые излишне лаконичные. И во-вторых, значит, вот в попытках, значит, сопротивляться тому накату, который осуществляет профессор Попов. Несмотря на то, что он так это порисует. Медоничи фиксируют. Да, порисует отвечающих, отвечающие все-таки спорят, сопротивляют. И некоторые даже на них успешно. Теперь хорошо, что все вопросы почти, которые были в вопроснике, задействованы, то есть используются. И товарищи отвечают не только на такие простые вопросы, я все-таки считаю экономистом, но и интерес к проблемным вопросам, где остаются какие-то проблемы для обсуждения. И так это довольно смело берутся за эти сложные проблемы и отвечают. Поэтому я получил такое удовлетворение моральное, чувствую, что отклик есть, что какую-то такую пользу мы делаем. И она уже видна в рамках одного семестра. И я думаю, что в конце года она будет еще более идти. Значит, путь вот этого вот познания в понятиях мы указывали, рассказывали. И привлекали других товарищей, будем привлекать и вас. То есть вот я привлекаю. Готовьтесь к тому, что и вам придется писать. И вам придется писать, тем, кто хочет, конечно, да. И это тоже форма обучения писать. Поэтому готовьтесь, развивайтесь. По крайней мере, значит, некоторые важнейшие условия для такого развития у нас здесь есть. Спасибо. Значит, товарищи, мы сегодня использовали возможности, которые дает очное обучение, хотя сегодня и в вузах совершается переход к заочному. То есть берут онлайн-курсы, потом кнопки нажимаются. Или Вера, или Надя, или Люба. Вероятность правильного ответа 33,3% в периоде. Поэтому это очень важно. Очень важно, чтобы люди чувствовали, что это вопросы, за которые надо побороться, которые надо отстоять или что-то еще глубже поспрашивать и глубже разбираться и так далее. То есть не останавливаться на том, что мы уже получили, что мы уже завоевали. Понятно, что процесс продолжается. Тем более у нас еще целый семестр, правильно? То есть наш зачет имеет своей целью направить на то, что более въедливо, более глубоко люди входили в содержание и понимали его значение и для споров, и для пропаганды, и для агитации. Потому что, ну как вот, ну вот скажите, брат, с марксизмом что-то господствующее, что ли, идеология в обществе? Нет. Значит, спорить будут не только на семинаре вам будут возражать, да все будут возражать. Ну-ка, вы должны на эти возражения находить ответы, и вы собираетесь выигрывать в этих спорах или проигрывать? Какие у вас настроения? Ну зачем-то спорить? Ну зачем? Так что это совершенно понятно. Поэтому мы, и когда думаем о том, как организовать зачет, и зачет с учетом этого и организовываем. Что люди, которые здесь выступают, во-первых, они не в такой закрытой аудитории, а в открытой. И, пожалуйста, все это записывается, пожалуйста, вы это доказываете. Вы доказываете перед всем миром. Вам дают возможность сообщить и австралийцам, и аргентицам, и немцам, и американцам. Вашу свою позицию, да. Вот, так и сообщайте. Поэтому надо понимать и следующее, что в нынешней атмосфере политически вообще все записывается. И даже если бы мы это не записывали, все равно записывается. Поэтому надо формулировать все хорошо, позитивно, наступательно. Так может надо было псевдонимами, а не именами представляться? А я и думал, что это у вас псевдонимы. Вот вы видите, сколько у нас с псевдонимами во всех вот в электронной, в интернете. Там он и Спартак, он и революционер, он и все, и прячется. Первое, что делает, он прячется. Ну вот мы, например, не прячемся с Александром Сергеевичем, мы подписываемся. И от этого не страдаем. Потому что если кто-то хочет против нас выступить, ну выступайте. Но мы тоже здесь можем выступить. И посмотрим еще, кто из этой самой дуэли выиграет. Правильно? Вот, поэтому я думаю, что, ну, скажем, в чем смысл коммунистического манифеста? Манифест — это обнаружение, это проявление себя. Не спрятались Маркс и Энгельс, а объявили о том, что вот призрак бродит по Европе, признак коммунизма. А уже он не бродит, уже у нас полтора миллиарда живет в социалистических странах. Говорят, мы считаем презренным делом скрывать свои взгляды. Да. Поэтому, и вообще, как вы заметили, сама форма организации нашего Красного университета, она в том и состоит. Мы открыты, совершенно определенные, с использованием тех возможностей, которые дает буржуазная демократия. Ну, демократия же у нас. Буржуазная. Ну, буржуазная демократия — это демократия. Ну, буржуазная. Ну, демократия же. Потому что, когда был у нас фашизм, вот тогда на горе закрыли, говорят, «Народная правда». На месяц. В связи с чрезвычайным положением в городе Москва. Заодно у нас в вагон бумаги забрали. И разрушили систему распространения. А потом опять открыли, и опять, пожалуйста, высказывайте. Так что надо ценить демократию буржуазную. Хоть и буржуазная, но наша демократия. Вот. Поэтому надо и учиться ее использовать широко, а мы широко ее используем. У нас в фонд Рабочая Академия зарегистрировано общественное объединение. Кто ее регистрировал? Буржуазное государство. Вам не нравится буржуазное государство? Оно зарегистрировало фонд Рабочая Академия. Потом, значит, тут собралось налоговое нас закрыть. А мы выиграли и в районном суде, и в городском. Теперь у нас ее вообще не трошат. А вот суд присадивал министерство истиции против фонда Рабочая Академия. И фонд Рабочая Академия. Да, и это тоже завоевано. В том числе и Ленинской партии еще до 17-го года борьба отрелась. И завоевали эти права. Так что у нас... Более того, если вы можете сравнить, например, ситуацию в Литве, допустим, в Ладвии, и в России. Видите разницу, нет? Здесь мы открыто пропагандируем. Вот, так сказать, Марксист-Беленинзм. А почему? А потому что мы все время пропагандировали. И в 93-м году, и в 91-м, и в 89-м. И никогда не останавливался этот процесс. Ну, скажем, одни товарищи заливили на дно, которые теперь собрались в КПРФ. До разрешения. Ждали, когда им конституционный суд. А другие товарищи, вот мы вместе с Александром Сергеевичем и другие, мы в это время проводили в Свердловске в 91-м году. В 91-м году учредительный съезд Российской Коммунистической Рабочей Партии. В 92-м году программу мы приняли, уже в Челябинске. И подали, и нам в это время говорили, как же, как же, там уже указ президента у Ельцина стоит уже, значит, проект прямо на столе. Ну, так он у вас только лежит, пустой, неподписанный. А вы положите туда проект о разрешении КПРФ. В общем, мы подали и зарегистрировали Российского Коммунистического Рабочего Партии. А потом мы вот вышли из Рабочей Партии, потому что там недооценивалось из РКРП, роль рабочих. И они тонули в том голосовании, которое было. И совершенно свободно, так сказать, оставим свои позиции, организовываем. Никто нам в этом смысле, ну, не то, что сказать, чтобы нам мешают, не помогают. Ну, помогать в смысле, в смысле, люди нам помогают. Я докладываю, что Фонд Рабочей Академии постоянно присылают деньги люди. Вот посмотрите, на сайте московского отделения Фонда Рабочей Академии, там написано, кто, что, и сколько прислал. Постоянно присылают. Почему? А вы думаете, сейчас вот, чтобы прислать деньги, это сейчас же у трудящихся денег нет? И просто так, на что угодно, на какую-нибудь ерунду не пошлют. Вот на московский и рабочий. Вот на московский и рабочий. Все понимают, понимаете, что для того, чтобы выдать, нужно средства. Откуда средства? Трудящиеся средства дают. Тогда надо уважать это дело, люди распространяют, люди пишут дальше, работают и так далее. Так что вот так. Поэтому позвольте вас от имени и Фонда Рабочей Академии поздравить. От имени, я думаю, что товарищ ректор поздравляет вас. Я правильно понимаю? Да, потому что. Товарищ ректор поздравляет. И проректор по учебной работе все поздравляют вас с успешной сдачей зачёта, поскольку это важный рубеж в изучении марксизма-ленинизма. И пожелать вам успехов в дальнейшем обучении, которое, я думаю, будет сопровождать всю вашу жизнь, как бывает у настоящих марксистов. Правда? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова